Как жить, как бы счастливо, если твой ребенок инвалид и прогнозы не оптимистичные? Кто-то должен создавать настроение вам и вашему ребенку, и кто же это будет, если не вы. Поэтому будьте добры, не ухудшайте его же, не улучшайте. А как можно улучшить? Только если вы бодры, веселы и в его жизни много радости. И сколько бы это ни было. Я говорю об этом спокойно, потому что мой брат умер, когда ему было 25. Ну я абсолютно спокойна, что я все сделала, чтобы его жизнь была достаточно счастливой. Ну в тот момент времени, когда он стал зависеть от многих людей. Поэтому эта история про то, что в траур нужно? Нет, все будет тогда очень плохо, а жизнь прекрасна. И надо показывать, что жизнь прекрасна на любом ее этапе. Хорошим настроением и какими-то возможностями у человека повышается настроение. Ему легче прожить свою жизнь тогда получается. На кого же он обопрется, если не на вас? Подумайте об этом.